...в столицу воров и коррупционеров. Во-первых, в ручном режиме, во-вторых, закрыто от всех арьковчан. На последней сессии 69 вопросов, важнейших вопросов для города, были рассмотрены менее чем за час. Если взять голосование, процедуру голосования, объявление количества голосов, то вопросы не обсуждались. Причем на этой сессии было циничным образом показано, кто является приоритетом для харьковчан, для харьковской власти. Например, в харьковский зоопарк, планета слонов, на нее выделено 90 миллионов гривен. На все школы, юсиша, детские садики, на капитальные ремонты этих установ 78 миллионов гривен. Планета слонов и планета обезьян, которая тоже 80 миллионов гривен. Важнее, чем образование, чем здравоохранение. Куда вообще идут деньги, которые собираются с харьковчан и распределяются в ручном режиме. Могу сказать, это заложено в наших тарифах и в лексусах директоров коммунальных предприятий. Только на последней сессии внеочередной было выделено 130 миллионов гривен харьковским тепловым сетям, у которых сбор денег с населения более 95%. Но этого не хватает, потому что нужно покупать лексусы, нужно декларировать свои миллионные статки директору коммунального предприятия. Поэтому хочу сказать, что такая власть, которая работает для обезьян, на благо Харькова и всех обезьян, она не нужна городу. Поэтому то, что сейчас начинается в масштабах страны, оно должно быть поддержано в Харькове. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Что не дивлячись на то, что принял тот самый мер, прийдет новый глава об администрации и все будет по-другому. Мы верили в то, что новая влада в Киеве, новый парламент, сделать реформу, а мы нарешті будем взрослать экономически и ездить в Европу значительно частей, значительно больше кількости людей, чем мы сейчас имеем. В общем, через три года после Революции Гидности мы имеем тотальное освобождение людей, полную профанацию реформ и, на превеликий жаль, тотальный реванш, который стал между блоком Петра Порошенко и последними регионалами. А, как вы знаете, последних регионалов не бывает. Сегодня мой коллега вспомнил про Харьковскую міськую раду, в которой фактически блок Петра Порошенко и отроджение Кернеса голосует не просто синхронно, между ними уже нет разницы. Именно этой альгархической новой владой БПП и ОПО-блок хвалили изменения, фактически проголтувавши остаточное судовое законодательство. Теперь все те люди, которые скользовали злочины, могут быть амнестированы. Мы все сподівалися, что эти люди, а все харьковяне знают, кто в 2014 году инициировал и взвозил тетушек на Майдан в Киеве, там, где вбивали наших людей. Мы все думали, что 4 года назад нам даже страшного сна не могло наснится, что эти люди и до сих не будут притягнуты до ответственности. А теперь этим людям вручают ордена, и они будут обеспечивать голоси на будущих президентских выборах. Ганьба цих людей. Ганьба. 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 Більше того, что мы с вами сегодня спостерегаем, это не просто реванш. Сьогодние происходит тотальный наступ и репрессии до людей. Половина депутатов самопомощи в областной, харьковской и в здравойах находятся под тим czy другим криминальным переслитом. Ганьба. Посмотрите, что случилось с победителем наших активистов в Булахе, Лисичкина. На самом деле это все венец тотальной ненависти, сневаги и борьбы с инакодумством, которое панует в нашем городе. В этой стране новый закон про выборы, который даст смогу больше честным и порядным людям потрапить в парламент. Второе, это наконец-то снять депутатскую недоторканность, потому что бизнес не пойдет в политику, туда пойдут порядные люди. И третье, это закон про антикоррупционный суд, который, наконец, даст смогу совершить посадки наивысших посадовых государств. Слава Украине! Героям слава! Пропал звук это прямой результат противодействия властей. Потому что мы проверили камень целый, нигде не встречалось питание. Несколько работает. Происходящее мы никак не можем объяснить. В любом случае, мы продолжаем наш вечер. То, что сегодня происходит, это позор. Потому что, мог ли я подумать когда-то, еще в 2012 году, мы писали про лавочки в метро Харькова. И что спустя пять лет мы приедем и будем слышать истории о той же коррумпированной банде, которая тогда пыталась продать вам лавочки по цене итальянских диванов. А сейчас точно так же разворовывать казну города. Точно так же и в Киеве власть, которая была, точно так же занимается разворовыванием средств бюджета Украины. Каждый день, когда я встречаюсь или со студентами, или с пенсионерами, я слышу два вопроса. Первый вопрос. Пошел за. Да, давай. Голос. Наш микрофон заработал. Ура! Теша, да, да. Не, это такое. Работаем. Да, да, да. Назвите. Назвите. Караос. 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 Работает, работает. Работает, работает. Работает, работает, работает. Теперь работает радиомикрофон. Посмотрим, насколько это хватит. Я рассказывал о том, как журналистам писала лавочка в Тарьковском метро, которая стоит дороже итальянских диванов. И когда я сегодня приезжаю, я слышу о том же самом плане, который тогда продавал лавочки, а сегодня точно так же делебанят коммунальную собственность. За пять лет ничего не поменялось ни в Тарьковском горсовете, ни на банке в Активе. Поменялись фамилии, но не поменялись принципы. Люди, которые пришли ко власти, они рассматривают эту власть как дойную коробу. Мы ездим по стране. Когда в Киеве я общаюсь со студентами, третья аудитория поднимает руку на вопрос, хотят ли им не избежать из Украины эмигрировать и жить за рубежом. Когда я встречаюсь с Киевами, с инсионерами, они говорят, Сергей, как прожить на пенсию 1300 гривен? Проблемы в стране одни и те же. Мне сказали, куда ты лезешь? Мы твыть его расстреляем на границе. Куда ты лезешь? Мы договорились с грузинским олигархом. Если не расстреляем, то наложим наручники и поедешь в жилую Грузию. Куда ты лезешь? Куда здесь никто не трет? Но я все равно вернулся, потому что я точно знаю, что тут есть вы. Я точно знаю, что тут есть самые лучшие люди в мире, самые образованные, самые трудолюбивые, самые спокойные и одновременно полные достоинства, которые реально должны. Мы с данной войны расстреливали. Я понимаю, что Конституция не позволяет. А наш Олдин дает хорошенько. Как это так? Понимаешь, сейчас все вопросы, кто слил эти территории, для которых идет война. Агрессы это понятно, мы не отрицаем. Да, есть агрессы. Кто слил эти территории и кто? Вот к ним должен быть вопрос. Люди сейчас сидят во власти, во властных кабинетах. Все, которые спровоцировали его слил. Молодой человек, извините, мне кажется, он все понимает, что он хочет нас делать дураками. Мы не говорили, что мы конкретно достали. А вы меня справились. Мы справились. Благодарю. Камния ноги. Я вам ничего не хочу сказать. Он решил звезду эстом. Кассатская звезда. Малуяльная путемаовская кассатская звезда. Потому что эти революции ничему хорошему не будет. Практика показала. А как вы допустили, что Майданом воспользовались такие вот нехорошие люди, которые сейчас грабят людей? Какие мрази, какие нехорошие люди. Ты сейчас говоришь за скопешнили, ты критикуешь Порошенко. А вот кому попало? А вот кому попало? А вот он его обманул, кто же так. Да, понятно, но он его обманул. Ладно, давай, одна цифра, смотри сюда. Одна цифра, 235 тысяч посажены в Грузии. Кто еще посадил с того? Воров, 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 воров. А у нас есть армия, он их посадил. Вот это показатель, все остальное, что ты говоришь, это бла-бла-бла. Если бы он попал, не было бы того макета его работы. Здесь существует макет, который никто из нынешнего правительства не может даже похвастаться таким макетом небольшим. Вот мы вот это делаем. Вот в одной области есть такой момент, макет такой работы? Он так отдал. Нет, подожди, молодой человек, молодой человек, молодой человек. Ну секунду, подожди, мне скажите, я пошел домой отдыхать. Скажите, когда пенсию умножут в три раза? Парашенко. У меня спрашивают? У тебя. Нет, у тебя. Я пенсионер. Он меня обокрал в три с половиной раза, он брал. Его надо повесить в стелле в Киеве, вот так взять, повесить, поставить урну, поставить биту, и как же пенсионер свободно подходил и его бил, чтоб там окром места не ожидали. Ты пропинчил, помогай. Три раза пенсии, когда умножу. Пенчил, как жарко. Вот, посмотри, который, который, как жалко. Стука жидовская, блядь, я бы резал бы на куски сало. Вот так вот наебал, блядь. Наебал всем, блядь, сука. Успокойтесь. Да я нища, я был нормальным, у меня была, писали, в войне 320 долларов, а сейчас 100 долларов. Вы знаете, сюда... А вот, сука, блядь, торты продают под 10 долларов. Вы, 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 не расстраивайтесь, сюда пришли люди, те, которые не умеют воровать и стонутся. Так что вы не один. Вы успокойтесь. Я мог купить 32 торги какие-то, а сейчас 12. Так он не продает по 80 гривен, как было в декабре. Я говорю, надо вылавлять, где-то в бункер садить, если их труси как дураки. Там триллионы. Им мало, им мало. Конечно, потому что мы лоси, полные лоси. Совершенно верно. Им дураки. Дураки. Я задаю вопрос, где Гондарева, четвертый месяц? Я задаю вопрос, где Гондарева, четвертый месяц? Где Гондарева, четвертый месяц? На Акашпиле пока никто, по большому счету. А Гондарева, человек, который отвечает за национальный банк. Валюта, которая качается, как американские горки, каждый день. Кто за это отвечает? Поясните мне, уважаемые, я вас не знаю, как я могу на вас говорить не вложить слова. Пусть его, там более биде невозможно. Тогда Порошенко умножит пенсию на три. Основной нам насрать. Три-четыре раза в фактах. Молодец! Опять! Тогда Порошенко умножит в три-четыре раза пенсию в фактах. Как доллар возрос. Когда он сделает пенсию? Четыре. Порошенко. Четыре раза. Но я покупал 32 тортиков. Посмотрите, 13. Послушай, я покупал 32 тортика. А сейчас 12 тортиков. Я покупал 32 киевских рожей. А сейчас 12. И где мои 20 тортиков? Кто из 200 долларов? Пожалуйста, отойдите. Товарищи, туда отойдите. Туда отойдите. Товарищи, туда отойдите. Товарищи.